здравствуйте сегодня мы поговорим о том как подготовить почву на своем участке к посадке во первых нужно проверить созрела почва или нет как это делается возьмите на своем участке горсть земли и плотно сожмите в руке если она в руке начинает рассыпаться то такая почва уже пересохла и она называется перезрелой если мы возьмем курс земли сожмем ее в руке она у нас останется вот таким комочком и потом мы ее бросим и комочек развалился и рассыпался это говорит о том что почву уже созрела и она готова для того чтобы ее обрабатывали перед посадкой а вот если почву мы сжимаем и бросаем ее на землю и она у нас не рассыпается а вот такие вот растекается блинчиком таким то это говорит о том что почва еще не зрелая то это говорит о том что почва еще не зрелая и обрабатывать ее рано но весна такое время когда все происходит быстро и поэтому если у вас сегодня почва еще не зрела это не значит о том что пройдет какое-то длительное время весной погода меняется кардинально и может быть у вас уже завтра почва будет готова для ее обработки как же мы будем обрабатывать почву многие садоводы спорят нужно ли копать почву или не нужно копать почву я имею ввиду вот эту вот обработку почвы с оборотом пласта когда мы лопатый пласт переворачиваем есть много за и много против перекопки почвы дело в том что почва это живой организм и там живут много микроорганизмов и есть микроорганизмы которым нужен воздух а есть которым не нужен воздух и когда мы пласт перемещаем то микроорганизмы с верхнего слоя почвы которые живут что им нужен воздух мы помещаем вниз они без воздуха там гибнут а вот те которые живут без воздуха мы помещаем наверх и они также погибают и этим мы делаем почву вот уничтожаем этих микроорганизмов почвы ну и из этого ничего хорошего не получается и структура почвы меняется и вот эти микроорганизмы являются естественными врагами патогенных микроорганизмов но во первых если у вас почва тяжелая ее перекапывать нужно обязательно если почва засорена многолетними корневищными сорняками и и перекапывать обязательно и если там есть личинки хруща майского жука проволочника если на вот на вашем участке буйствуют луковые морковные муха то перекапывать тоже обязательно вот оборотом этого пласта мы также и на поверхность вынесем личинки те которые живут глубоко но мы и закопаем личинки тех же луковые морковные мухи которые находятся на поверхности земли мы закопаем и они погибнут почву лучше всего перекапывать с осени а весной ее взрыхлить или пробарновать или обработать ее плоскорезом но если у вас почвы легкие то можно вот эту перекопку сократить и сделать раз в несколько лет а в остальное время рыхлить почву плоскорезом при весенней обработке почвы сразу вносится удобрение как органические так и минеральные дело в том что вот если мы будем вносить сразу при посадке но есть такой вот более экономный способ когда мы в лунку вносим при посадке под помидоры допустим под перец но лучше всего все-таки вносить сплошняком под перекопку потому что прежде чем растение получит питательные вещества из этих удобрений они должны пройти определенные изменения в почве и из них должны высвободиться эти макро и микроэлементы и удобрения должны превратиться в форму доступную для растений я надеюсь вот эти мои советы помогут вам вовремя и правильно и хорошо обработать почву и растение на вашем участке будут расти хорошо комфортно с сильной корневой системой